Bethesda продолжает использовать своих фанатов в качестве бесплатных тестеров. Казалось бы, уже должно было миновать то время, когда компания выпускала для Fallout 76 патч, исправляющий ошибку патча, исправляющего ошибки предыдущего патча. Но как бы не так. Выпущенное на этой неделе 11-е крупное обновление должно было улучшить работу силовой брони, перебалансировать режим Nuclear Winter и упростить освоение игры для новичков, но оно, наоборот, всё сломало. Появились области, где персонаж сам по себе умирает, случается, когда после выхода из силовой брони герой остаётся без головы, из легендарных противников перестали выпадать легендарные предметы, а некоторое оружие на врагов банально перестало действовать. И это только небольшая часть проблем, на которые жалуются пользователи. Кто-то уже предложил директорам Bethesda подумать над тем, чтобы запустить тестовый сервер и проверять патчи сначала на нём. Сегодня понедельник, 22 июля 2019 года, и вы смотрите главные новости игр последних дней от GSTV. Совместно с движением Adrenaline Game Changers мы провели цикл из трёх лекций, где постарались доказать, что стереотипы о видеоиграх и о геймерах ложны и не выдерживают никакой критики. За примерами далеко ходить не надо. Вот, в частности, бытует мнение, что игры — это для детей, хотя средний возраст геймера-мужчины по статистике составляет 35 лет. Темы, которые в играх поднимаются, зачастую непростые и серьёзные, с философским подтекстом, отсылками к трудам известных писателей, кинематографистов, мыслителей, а некоторые проекты даже помогают справиться с тяжёлыми жизненными ситуациями и разрешить внутренние психологические конфликты, выступая в роли своеобразной терапии. Следуя целям движения по разрушению стереотипов, мы рассказали о пользе видеоигр в образовании, о том, что цивилизация Сида Мейера учит глобальному мышлению и планированию, об играх наподобие Human Resource Machines, позволяющих познакомиться с азами программирования, и о том, что даже какой-нибудь совсем спинномозговый шутан не является абсолютно бесполезным, а помогает развивать моторные навыки и реакцию. Надеемся, что в ходе этого цикла нам удалось в полной мере объяснить, почему видеоигры — это серьёзно, и зачем в Adrenaline Game Changers создали AR-объект под названием «Человек-играющий» и установили его не где-нибудь, а в Дарвиновском музее. Кстати, чтобы увидеть упомянутого человека-играющего в формате дополненной реальности, не обязательно ехать в музей. Достаточно зайти с мобильного устройства на сайт evoludens.ru и навести камеру на символ движения Game Changers на банке Adrenaline Game Fuel. Лекции проводились в кинозале Дарвиновского музея в Москве, и две из них можно было посетить и посмотреть вживую, после чего была возможность поучаствовать в небольшой дискуссии в форме сессии вопросов и ответов. Но если вы не смогли приехать в музей и на стримы тоже не попали, ничего страшного — записи мероприятия лежат на нашем канале, ссылки находятся внизу, в описании под видео. Корявый патч для Fallout 76 — самое нелепое, но не самое смешное, что произошло на этой неделе. Cyberpunk 2077 повеселило гораздо больше. 16 июля в России, Украине и Республике Беларусь CD Project Red открыла предзаказы коллекционного издания. Его стоимость для PC была обозначена ценником в 17 999 рублей, а консольный вариант стоит на 2000 больше. Так вот, совершенно во всех магазинах предзаказы закрылись практически сразу же после открытия. Товар закончился моментально, а некоторые ритейлеры были настолько не готовы к такому спросу, что их сайты даже на какое-то время перестали работать. Сейчас магазины предлагают оформить предзаказ без гарантии получения товара. Никто не знает, будут ли поставки дополнительных экземпляров или распродан уже совершенно весь тираж. В коллекционное издание Cyberpunk 2077 входит 25-сантиметровая фигурка главного героя, стилбук, артбук, двусторонняя обложка, набор металлических значков, брелок для ключей, путеводитель по Night City, карта города, открытки из Night City, справочник, нашивки и другие бонусы. До релиза осталось 10 месяцев, а её коллекционке уже сейчас дефицит. Кстати, по мотивам игры издательство Dark Horse выпустит книгу. Она получила название The World of Cyberpunk 2077. В ней будет рассказано о районах, бандах и истории Night City, а также о технологиях, оружии и транспортных средствах. Продажи стартуют 21 апреля. Продолжают происходить перестройки в процессе производства необычного экшена Darkborn. Ранее он назывался, напомним, Project Wide и вошёл в нашу подборку из семи самых ожидаемых игр про средневековье 2019-го. Официально проект до сих пор числится среди релизов именно этого года, но вероятность переноса на 2020-й максимально высока. В студии сейчас мало того, что происходит тотальный ребрендинг, она собирается переименоваться в Монстери Геймс, так ещё и она расторгла соглашение с издательством Private Division. Это специальное отделение Take-Two, которое занимается инди-разработками. Почему — непонятно, но глава команды Андерс Петтерсон пообещал всё рассказать осенью. Вместе с тем, на момент подготовки этого видео у студии не работал официальный сайт. В Darkborn, если вы забыли, мы будем играть за разумного монстра и вынуждены скрываться от викингов, которые не упустят возможности выпустить нам кишки, если вдруг мы попадёмся им на глаза. Но это только первое время, постепенно наш герой взрослеет и вместе с этим меняется механика. Из стелса игра постепенно переходит в экшен и уже не мы боимся викингов, а совсем наоборот — лучше бы им не попадаться у нас на пути. Студия That Game Company, известная по Adventure Journey, выпустила игру в жанре exploration Sky Children of the Light. В ней мы вместе с другими пользователями парим в облаках семи миров, решая различные загадки. Есть и тёмные уровни, где нужно спасать духов и искать древние артефакты. Игра пока доступна только владельцам устройств Apple, причём она условно бесплатная. Но позже состоится релиз как на андроидах, так и на PC. Ещё вышла Streets of Rogue — это рогалик, напоминающий The Binding of Isaac и Nuclear Throne. Мы попадаем в случайно сгенерированный город, где сложный искусственный интеллект руководит персонажами из всех слоёв общества, которые просто живут своей жизнью. С ними нужно взаимодействовать, выполняя миссии любыми способами при помощи доступных умений, предметов и окружающей обстановки. Можно всех убивать, а можно вообще никого не убивать, сделав ставку на взлом всего и вся. А для Darksiders 3 выпущено дополнение Keepers of the Void. В нём ярость по заданию Вулгрима ныряет в змеиную дыру, чтобы разобраться с древней угрозой. Если она справится с врагами и загадками, то обзаведётся доспехами бездны. Electronic Arts анонсировала Plants vs Zombies 3. Как и вторая часть, она, судя по всему, тоже минует крупные платформы и выйдет только для устройств под iOS и Android. В США уже даже стартовал закрытый альфа-тест. Но надо учитывать, что в конце года по этой франшизе выйдет и кое-что покрупнее. Возможно, триквел сетевого шутера Garden Warfare. Студия Supermassive Games похвасталась, что в хорроре The Dark Pictures Man of Medan для главных героев заготовлено аж 69 вариантов смертей. Чтобы увидеть все, придётся пройти игру раз десять. Это говорит о том, что контента тут много, и реиграбельность, возможно, будет самой высокой среди всех ужастиков. Релиз состоится уже 30 августа. Destiny 2 17 сентября покинет Battle.net и переместится на просторы Стима. Тогда же станут доступны бесплатная версия игры New Light и платное обновление Shadowkeep. Выяснилось, что одним из самых важных изменений будет система добиваний. Когда здоровье противника опускается ниже определённого уровня, появится индикатор, который обозначает, что можно совершить убийство одним ударом. Только надо заранее вставить мод для добивания в специальный слот в броне. В рамках серии The Division вполне может быть выпущена одиночная сюжетная игра. Дизайнер уровней Тим Спенсер из TT Games через Twitter предложил Ubisoft сделать, например, одиночный спин-офф про агента, пытающегося вернуться к семье после того, как его отправили в Нью-Йорк. По духу игра бы напоминала The Last of Us в том плане, что погружала бы игрока во внутренний мир героя. Творческий директор The Division 2 Джулиан Герити после того, как увидел положительную реакцию на это со стороны аудитории, пообещал подумать. Aid Software скоро покинет Тим Уиллиц, её руководитель и бывший совладелец. Он объявил, что это случится сразу после завершения QuakeCon 2019, то есть 28 июля. Конкретная причина такого решения не называется. Вероятно, Уиллиц просто хочет заняться чем-то новым, он всё-таки посвятил студии 24 года своей жизни. Начинал Уиллиц с малого, с должности дизайнера уровней Strife, потом занимался серией Quake и получил позицию ведущего дизайнера Doom 3. Директором он стал в 2011-м, спустя два года после того, как команда стала частью Zenimax Media. Уиллиц говорит, что Doom Eternal и все остальные проекты в надёжных руках, и студия как делала, так и продолжит делать лучшие шутеры на планете. Когда стало известно, что Cyberpunk 2077 поступит в продажу 16 апреля 2020 года, Ubisoft с облегчением выдохнула. Компания очень боялась, что релиз новинки CD Projekt Red совпадёт с премьерами Gods and Monsters и Watch Dogs Legion. На днях финансовый директор Юби Фредерик Дюге выступил перед инвесторами, где порадовал их этой информацией. Он уверен, что Cyberpunk 2077 не навредит бизнесу. Приключенческий экшен с открытым миром Gods and Monsters выйдет 25 февраля, а новая Watch Dogs — 6 марта. Некоторая конкуренция всё равно ожидается. В первый месяц весны также появятся, например, Final Fantasy VII Remake и Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Но нового творения CD Projekt Red французы, судя по выступлению Дюге, реально боялись. Вместе с тем, Дюге сообщил, что за последний квартал больше всего денег Ubisoft получила, что необычно, от компьютерной аудитории — 34%. На долю PlayStation 4 приходится 31%, а на Xbox One — 18%. Но это легко объяснить. Единственной крупной новинкой за отчётный период была только градостроительная стратегия Anno 1800, а она PC-эксклюзив. Было сказано, что сотрудничеством с Epic Games Store компания крайне довольна. Ещё из главного был отмечен высокий показатель вовлечённости игроков в Assassin's Creed Odyssey. Она более популярна и востребована, чем Origins. Впрочем, её поддержка уже прекращена. Кара Атлантиды стала последним дополнением, а ресурсы направлены на следующие проекты. Осенью только будет добавлен режим Discovery Tour. А также были раскрыты подробности сервиса Uplay+. Он, как выяснилось, стартует 3 сентября. За 999 рублей в месяц можно будет получить полный доступ к библиотеке из сотни игр, среди которых есть и классика, и новые блокбастеры. От Героев Меча и Магии до всех частей Splinter Cell, от серии Silent Hunter до всего, что есть по Assassin's Creed, от трилогии Brothers in Arms до Far Cry, Принцев Персия и Watch Dogs. Это ответная реакция Ubisoft на запуск Xbox Game Pass от Microsoft. И эти две компании однозначно не станут единственными, кто попробует переделать игровую индустрию под формат в стиле Netflix. Скоро на канале. Всё, что надо знать про первую сюжетную игру студии Respawn. Главные факты о Star Wars Jedi Fallen Order. А на этом пока всё. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV.